Санкции 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 Существенных недостатков я бы выделил такой момент, что бюрократическая сложность документа оборота и длительность расчетов с контрагентами, с подрядчиками, которые зачастую составляют 60 и более дней. Кроме этого, стоит отметить, что в нынешних ситуациях снижение спроса на российскую нефть и фактически наложение эмбарго на российскую нефть, продажи, которые сейчас, как известно, имеют ряд сложностей, неизбежно сворачивание и замораживание нескорентабельных, неперспективных проектов. В первую очередь это коснется, конечно же, тех проектов, которые работают с трудноизвлекаемыми запасами, с нужными регионами с точки зрения логистики и так далее. Скажите, каковы доли иностранных компаний? Доля иностранных компаний достаточно обширна, то есть сейчас в настоящий момент, как известно, большая четверка – это Шлюмберже, Беккер-Хиллз, Безерпорт и Калибертон. Достаточно широкий спектр услуг предлагают на рынке нефтесервисных услуг в России. И их объем выполняемых работ достаточно обширен. Тем не менее, уже сейчас нужно утверждать, что российские компании, которые точно так же присутствуют на рынке, составляют серьезную конкуренцию данным компаниям. Но в силу того, что данная компания имеет значительный запас кредитоспособности, каких-то денежных пакетов, которые позволяют им дембринговать цены, к сожалению, российский сегмент данного рынка не представлен в нужном объеме. Роман, если большая четверка уйдет с российского рынка, станет уйдет, да? Становится у нас бурение? Бурение нет, ни в коем случае не остановится. Как я уже сказал, да, то есть будет ряд сложностей. Ряд сложностей, прежде всего, организационного плана, что многие наши российские компании не готовы будут единовременно, прям мгновенно заменить данные компании. Ну вот уверен, что, возвращаясь немножко назад, да, уверен, что большая четверка не сможет прям мгновенно уйти с рынка и оставить буровиков, что называется, без сервиса. Ряд мер, которые приняло наше правительство по выводу валютных средств, да, и валютных операций внутри России, я думаю, что даст свой плод, да, в том плане, что, как известно, BP, Exxon Mobile, Shell уже объявили о том, что они будут продавать доли в своих российских проектах, но объявили, а сделать-то это гораздо сложнее. То есть выйти так просто с рынка и продать кому-то свою долю, это непросто. То есть для начала надо найти покупателя. То же самое касается и зарубежных компаний по нефтесервисам. То есть они, понятно, что могут объявить и уйти, но сделать это тоже, опять-таки, мгновенно невозможно. Я думаю, что при должной поддержке российских государственных фондов, российских институтов, нефтесервисный рынок, да, и в частности сервисы по бурению склажин, да, смогут достаточно быстро и оперативно заменить эти компании. Ну, по моим оценкам, на это уйдет не менее года. Ну, смотрите, для меня, ну, почти очевиден, да, покупатель, этих далее в российских компаниях, да, это либо Китай, либо Индия. Совершенно верно. То есть там, где есть деньги, да, которые страны не присоединились к санкциям. А с нефтесервисом, вот Шлемберже, там Бакет, и снова большой член, китайские компании могут? Ну, китайские компании здесь представлены, прежде всего, не сервисами, да, они не предлагают услуги, они предлагают оборудование. И могу сказать с уверенностью так, что те компании, которые вот сейчас работают в бурении склажин, ну, крупнейшие там, РН бурения, БК Евразия, Эрио и так далее, другие ССК, другие буровые компании, они практически, ну, процентов на 60 работают на китайском оборудовании. Китайская Народная Республика поставляет в Россию практически весь спектр бурового оборудования, начиная от запорной арматуры, заканчивая бурными установками там, и бурильные трубы высококлассные, и другие там, ВЗД, инструменты, которые, без которых бурение невозможно. Почему так происходит? Опять-таки, по той же самой причине, что Китай может демпинговать ценами, достаточно серьезно снижаться в своих стоимостных показателях относительно российских компаний, которые связаны, ну, многими факторами, одна из которых, это, прежде всего, конечно же, нехватка квалифицированного персонала, который здесь вот освещается очень-очень остро. Роман, но мне все-таки хотелось бы разделить, да, вот мы сейчас говорили о бурении на суше и бурении на шельфе, то есть бурение на шельфе более уязвимо, да, вот. Что здесь будет, да, здесь, как бы, Сахалин, да, мы говорим о Сахалине, Каспии, да, проект «Газпром нефть» существует, здесь будет просто. Безусловно, те буровые работы, которые ведутся, вот, особенно арктический шельф, да, России, без специализированного оборудования, которое производится в основном это на Западе, это, конечно же, мейджоры вот эти вот, Халиб Гортон и Шленберже, без этого оборудования будет сложно обойтись. Я знаю, что сейчас, в настоящий момент, ведется разработка нашими российскими институтами данного оборудования, но дальше опытно-промышленных исследований, насколько я знаю, дело пока не зашло. То есть, в принципе, если говорить о том, что вдруг так случится, что Шленберже и большая четверка уйдет, то, да, некоторое время будет приостановка некоторых работ и, может быть, даже сворачиваемых. Скажите, ну, есть еще и чисто производители, там и ФАМСИ, например, компания, да, тоже могут уйти. Здесь стоит вопрос, сколько у нас есть времени. Что касается вот непосредственно шельфового обурения, то здесь сложности будут только в одном оборудовании. Это оборудование, так называемое, противовыросовое оборудование подводного исполнения. Данного оборудования в России не производится, к сожалению. Аналоги есть китайские, но, насколько я знаю, в России именно вот это подводное китайское оборудование не используется. Все другое оборудование по сервисам для бурения скважин, оно идентично абсолютно тому оборудованию, которое используется на земле. То есть таким образом можно утверждать, что при замене на российское оборудование при бурении непосредственно скважин, да, то есть мы можем выйти. При условии, конечно же, оборудования подводные, да, которые устанавливаются на дне моря, это... Мы каких проектов в России оборудовали? Сахалин. Сахалин. В силу особенностей разработки Каспийского шельфа, там не требуется такого оборудования, там ведется разработка Каспийского шельфа с помощью так называемых блок-кондукторов, которые вывод к путевым выбросам оборудования, запорные фонтаны, арматуры и так далее, устанавливаются над уровнем моря, то есть на платформах специальных, стационарных. Однако же такая установка, да, на шельфе Сахалина, на шельфе Арктическом, да, такое невозможное из-за глубины моря. Поэтому здесь вот требуется, конечно же, особый подход и особые условия. То есть уязвим Газпром в этом плане? Не понял. Уязвим, уязвим. Да, да, безусловно, конечно же. Тот проект, который вы упомянули, Сахалин-1, Сахалин-2, да, наиболее уязвимый проект в этом плане. А как проект Газпром нефти? Приразломное, насколько мне известно, сейчас оборудование уже закуплено и используется, и используется уже не один год. И в этом плане сложности мне не представляется. Другой вопрос, что когда придет время на расширение объемов каких-то, приобретения новых запасных частей или обслуживания данного оборудования, конечно же, будет трудность. Что касается шельфа, да, здесь работа велась. Я знаю, что достаточно обширно велась, но, к сожалению, как уже я сказал, дальше опытно-промышленных исследований дело не пошло. Это связано, прежде всего, с тем, что то высокотехнологичное оборудование, которое используется в эти западные компании, имеет свое программное обеспечение, и специализированных сотрудников, которые работают только на данном направлении. Обучение российских сотрудников в работе с данным программным обеспечением, равно как и само программное обеспечение, у нас, к сожалению, отсутствует. И то же самое могу сказать по программному обеспечению, например, по наклонно-правленному бурению, то, которое использует компания Шельберже, вот особенно широко, так называемая, раппетерно-управляемая система, с комплексом LWD, то есть это комплекс бурения с одновременным проведением геофизических исследований. Аналогов данного процесса работы по сервисам в России не существует. Есть единственный комплекс, который был разработан в 2020 году компанией Буринтех, но и был опробован на месторождении Газпромнефть, но, к сожалению, дальше одного единственного образца этой роторно-управляемой системы дело не пошло. Опять-таки, сложности из-за конкуренции, то есть конкуренция, которая составляет, и до сих пор составляет, большая четверка, перебить нашей российской компании не могу. Скажите, Газпромнефть, вы упомянули, это Бажен? Где это используется? Это в том числе Баженовская свита, да, и месторождения Хантамансийского автономного округа. То есть это не что-то такое экзотическое, да, это то, что сейчас используется на действующих проектах. То есть без чего она, собственно говоря, не обойдется, да, или обойдется? Могу сказать так, что работа с роторно-управляемыми системами Шлюмберже и Бейкер-Хьюз, она сейчас повсеместна. Что греха таить, наверное, львиная доля, там, 80% эксплуатационных склажин будет с помощью этих роторно-управляемых систем. Различного, значит, профиля, различных модификаций и так далее, и так далее, но роторно-управляемость системы – это ключевой фактор успешного гуляния сложных, сложно-профилированных склажин. Какая система? То есть, однако же, и как я уже сказал, да, то есть в случае ухода западной компании с российского месесервисного рынка наши специалисты, российские специалисты вполне могут на этом же оборудовании производить работы. Да, не того может быть качества, да, не сразу это может получаться, поскольку там все, опять-таки, связано, как я уже сказал, программным обеспечением, оборудованием и обслуживанием, но со временем я уверен, что выйдем на должный уровень. Программное обеспечение, оно же не будет обновляться, даже если его оставят, да, и там какое-то время лицензии будет действовать, да, то нам недоступно будет обновление. Прямо я понимаю, на нас? Да, да, совершенно верно, да, это и есть. Ну, сейчас остается либо разрабатывать свое, да, либо, так сказать, смотреть на страны, Китай, да, кто сможет. Ну, хочу отметить, что кроме роторно-управляемых систем непосредственно для процесса углубления скважины огромное количество различных сервисов, которые, без которых тоже процесс булления невозможен, начиная от буровых растворов, систем заканчивания скважин, разрушающего инструмента и так далее, так далее. То есть, это целый ряд, спектр тех работ, которые сейчас, очень интересные разработки в России существуют. То есть, даже если, даже если российскими компаниями не смогут они освоить процессы роторно-управляемых систем, никакой катастрофы не случится. То есть, будет немножко дольше буриться скважина, будет немножко большая стоимость, ну, ориентировочно процентов 20-25, но, тем не менее, процессы бурения не остановится. Хорошим примером такого может служить вот компания Шелинберг, прошу прощения, Сруботнефтегаз, которая замкнула все, подчеркиваю, все сервисы в одной компании. То есть, абсолютно полностью они самодостаточны и работают без каких-либо при лечении дополнительных сервисов. Кроме, вот, единственное, роторно-управляемых систем, где требуются определенные скорости, определенные показатели в бурении. Сруботнефтегаз все равно заказывают услуги, я вот это в вашем человеке, правильно понимаю? Да, все равно вынуждено заказывать услуги, да, совершенно верно. Они очень плотно, тесно сотрудничают с названным уже компанией Бурентех в этом направлении, но, как я уже сказал, Бурентех, к сожалению, не имеет возможности для развития именно роторно-управляемой системы из-за ДМД. Роман, я так понимаю, что с буровыми растворами проблем нет, да, у нас есть? Проблем абсолютно нет. То есть, я скажу больше, что многие специалисты, российские специалисты, которые работали в Шленберже и ранее поглощенной в Шленберже компанией Майсвака, они перешли сейчас в российские компании, успешно работают. Я скажу больше, что вот на рынке именно буровых растворов компания Шленберже, Баро, это Бекер-Хьюз, да, вытеснены российскими компаниями, потому что российские компании, во-первых, работают здесь, в России, с российскими химреагентами, и качество этих растворов нисколько не уступает зарубежным аналогам, во многом даже, может быть, и превосходят за счет показателей цены. То есть, а буровые установки? То есть, мы обеспечены? Буровые установки, да. Буровые установки, вообще, я скажу в целом, да, парк буровых установок в России не хватает. В настоящий момент, даже с учетом снижения объемов буровых работ, парка буровых установок не хватает, поскольку изношенность у парка буровых установок составляет 15-20 лет. Это очень большой срок, то есть, при нормальном эксплуатации буровой установки должно быть не более 15 лет. У нас зачастую больше. Наш знаменитый завод «Уралмаш», да, поставляет, конечно же, производит достаточное количество буровых установок, но, в силу того, что его мощности все равно таким темным способом ограничены, вынуждены компании, буровые компании приобретать буровые установки у Китая. Бентек уже слабо представлен. Бентек сейчас перешел с изготовления буровых установок на поставки комплектующих. К примеру, там, буровые насосы, отдельно, то есть, имеется в виду буровые лебедки, систему верхнего привода и так далее. Но, в частности, вот завод УСПК, дочерняя компания «Уралмаш» работает именно таким способом, то есть, покупая какие-то комплектующие от Бентек и комплектуя на уже существующие уралмашевские заводы буровые установки типа Екатерины и так далее комплектующими Бентек. А как у нас обстоят дела с гидроразрывом? Рынки России, да, целый спектр компаний, занимающихся гидроразрывом пласта именно российскими компаниями. Ну, вот, из-за таких «Волга» «Фрагпак», «Пакерсервис», ну, и ряд других компаний, которые успешно работают и производят гидроразрыв пласта по ценам значительно меньшим ценам, чем те же цены. Ну, то есть, удалось создать это опорудование, да, если бы не было высокого давления, да, агрегат, ну, могу сказать так, то есть, проблемы с насосами высокого давления в России никогда не было. То есть, то, что производилось, например, в Волгограде, да, цементировочные агрегаты типа ЦА, ЦА320, ЦА700, там и так далее, они как работали, так и работают, и потребность их оборудования существует до сих пор. Ну, насосы производил Тамбовский завод. Тамбовский завод, да, совершенно верно, да. Да, производил еще один завод, да. Но сейчас кто все-таки? Это вот Волгоградский завод? Да, Волгоградский завод, Где у нас еще узкие места, где у нас, вот, есть риски? Есть ряд проблемных мест, в частности, вот, по системам заканчиваемого скважин, да, то есть, у нас, по цементированию, в частности, вот, у нас, конечно же, существует ряд компаний, крупных, вот, ТСС Групп, другие компании, которые занимаются персонализированной именно вопросами заканчивания скважин, но сказать, что на этом направлении у нас все хорошо, наверное, тоже нельзя, именно процессы, подборки рецептур для цементирования скважин, да, вообще в целом, да, процессы заканчивания скважин, спуска колонн, значит, промывки перед цементированием, цементированием и подборки рецептур для цементных растворов, здесь тоже может быть такое слабое звено, и хотелось бы, конечно же, больше спектр услуг, которые бы предлагают для нашей российской компании иметь, но что есть, то есть. завершая передачу, хочу напомнить всем специалистам ТЭК о том, что канал ТЭК-ТВ открыт для вас. Мы с удовольствием предоставим площадку компетентным экспертам. Пишите, звоните, мы рады обратной связи. Всего доброго, до скорой встречи на ТЭК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok